Меня зовут Дмитрий Кирьянов, я здесь представляю компанию ПТС и хочу рассказать вам о платформе для интернета вещей, которая вот сейчас появляется в России, вот-вот только-только появляется. Ну и, собственно говоря, вот презентация об этом. Ну, название несколько такое завлекающее, но как бы вот сделай сам, что вы можете сделать при помощи этой платформы. Значит, ну, начать надо с того, что действительно интернет вещей сейчас это бурно развивающаяся технология, что сейчас бросились несколько лидеров IT-рынка в интернет вещей и ожидается, что вот в перспективе увеличится в разы как количество подключенных устройств, так и число приложений, которые сейчас вот уже растет, как грибы после дождя. И здесь вот, ну, начать мне хотелось бы с чего? С таких глобальных игроков на рынке интернета вещей, которые сейчас вот мы можем наблюдать, в том числе и на этой конференции. Ну, интересно здесь что? Интернет вещей, фактически, что это такое? Это интернет плюс железо. В отличие от интернета людей, здесь специфика какая? И кто провайдер интернета вещей? Это, с одной стороны, ну, вот такие стандартные IT-компании, да, которые производят для обычного интернета, для такого вот стандартной компании, которую мы видим обычно вот на этих конференциях. И, с другой стороны, это производители железа, которые, ну, вот здесь железо не только компьютерного, что называется, но и железо из других отраслей. Если посмотреть вокруг на то, что сейчас происходит на рынке интернета вещей, на рынке, скажем так, создания платформ для интернета вещей, то я бы разделил вот на три части этих игроков рынка. Ну, с одной стороны, это совершенно естественно производители железа. Это, ну, скажем, Intel, Huawei, Cisco, IBM. С другой стороны, это компании крупные, скажем так, связанные с обработкой больших данных. Да, ну, Google, мы знаем сейчас, ринулся на этот рынок. Ну, Microsoft в некотором смысле. А я хочу представить решение компании, которое, ну, на самом деле, вот новое на этом поле и о которой, ну, на самом деле, так немногие знают. Это компания PTC, и я бы сказал, что это интернет вещей, такой, ну, скажем так, клиентский интернет вещей. Это провайдер решений PTC, которые идут от отраслей. Ведь что сейчас производит PTC, на чем сейчас работает PTC? Это рынок решений CAD, решений PLM, да, решения для, ну, грубо говоря, САПР и решения для управления жизненным циклом для, ну, в частности, промышленных предприятий. Имея большую клиентскую базу, вот, среди таких конечных пользователей, да, ну, кто это? Это компании, в первую очередь, Авиакосмос, это, ну, крупные индустриальные компании. Вот мы сейчас наблюдаем, что на этот рынок, на рынок интернета вещей двинулся вот такой довольно необычный для него представитель, да. Это, конечно, IT-компания, ну, флагманские продукты здесь. Крео, бывший проинженер, это CAD-система. И PLM, это Winchel, система управления жизненным циклом. Еще раз повторюсь, это производитель решений и сервисов для вот таких вот железа уже, ну, такого вот финального пользователя. И имея большую клиентскую базу по всему миру, PTC, видимо, рассчитывает сейчас совершить экспансию на рынок интернета вещей, предоставляя в первую очередь решения, которые будут полезны вот именно финальным пользователям таким, да. Владея с одной стороны этой базой клиентской, с другой стороны понимая, что им нужно. И в этой связи вот на протяжении нескольких последних лет PTC активно скупает стартапы вот из области интернета вещей. Я представляю здесь продукт Syncworks. Где-то несколько лет назад его приобрело PTC. Это одна из первых платформ для, ну, грубо говоря, систем программирования для интернета вещей. За несколько последних лет было приобретено компанией PTC вот Syncworks. Потом было приобретено Oxedo. Это тоже похожая на Syncworks компания. В прошлом году, если не ошибаюсь, приобретен стартап Neuron. Это решение для обработки больших данных. И вот только-только куплена, ну, небольшая компания дополненной реальности. Видимо, мы будем наблюдать в ближайшее время интеграцию вот этих продуктов. Продуктов с одной стороны CAD-системы PTC, продуктов PLM и решений для интернета вещей. В этом отличие от остальных. То есть если мы видим, ну, таких игроков, как Google, Huawei, это фактически система программирования, ну, без большой привязки к конечным пользователям, то здесь PTC нацелена на вот такую, видимо, интеграцию, которой пока нет, интеграцию средств в CAD и средств для разработки интернета вещей. Ну, грубо говоря, разрабатывая там самолет, разрабатывая автомобили, понятно, что уже на этапе даже эскизного проектирования сейчас уже нужно создавать не только 3D-модель, не только чертежи, но уже понимать, где и какие датчики будут в этой модели существовать. Несколько слов о компании Syncworks, которая приобретена PTC. Она действительно 5 лет назад основана. И основное ее предназначение – это такая программная платформа, которая… Это программная платформа, которая объединяет элементы инфраструктуры на низшем уровне – это датчики устройства и вплоть до разработки приложений. Я бы сказал, что вот Syncworks, который я сейчас и покажу, это приложение, это продукт для разработчиков. То есть, ну, грубо говоря, это Visual Studio, если так грубо говорить, для разработки интернета вещей. Интегрированная среда разработки, заточенная под программирование интернета вещей. Нет. Вот здесь… Да, да, да. Мы берем железо. Ну, то есть, есть на рынке совместимое железо. А вот эта штука – это платформа для, ну, фактически создания приложений, веб-приложений, да, которые умеют с железками общаться. Ну, несколько примеров того, значит, что с помощью Syncworks можно сделать. Ну, какие-то вот такие приложения, которые, ну, грубо говоря, что-то похожее на Яндекс.Такси, да? Опрашиваемся же, да. Смотрите. Нет, нет, хорошо, нет, отлично, отлично. Нет, нет, по ходу очень хорошо, если вопросы по ходу, я отвечу. Имеется море железа, да? Здесь… Что такое Syncworks? Syncworks, о котором я говорю, это платформа для разработки, ну, система для программирования, которая умеет, ну, общаться с этим железом. Есть, грубо говоря, совместимый, некий список совместимого железа, с которым вот это дело хорошо работает, да? Есть, ну, какие-то шаблонные, да, там, ряд шаблонов, которые, ну, скажем так, вот Raspberry Pi, к которому подключены там какие-то датчики, да, и эта штука умеет с ними работать. Это вещь для быстрой разработки приложений для интернета вещей. Ну, давайте вот я немного поменяю ход презентации, да? Собственно говоря, вот этот Syncworks. Это реально к облаку, подключенный к облаку в браузере, страничка браузера, где мы можем делать что? Мы берем и визуальным способом накидываем разные виджеты, да, там, виджет гугловой карты, виджет какие-то там вот счетчики, метры, виджет рассылки, смс и тому подобные вещи, да? И в эту среду разработки зашиты некоторые решения, которые вот позволяют связываться с устройствами. Ну, с какими устройствами? Самое простейшее устройство – это телефон. Вот что такое, ну, самое такое понятное приложение – Яндекс.Такси, да? Что такое Яндекс.Такси? Каждый таксист имеет смартфон. Ну, или давайте не Яндекс, а, ну, системы управления такси, их там много. Как сделать систему, вот, управление такси, заказами такси? Каждый водитель кладет себе на лобовое стекло смартфон, да? И для того, чтобы организовать вот такое веб-приложение, нужно что? Нужно иметь некий инструмент, который быстро позволит привязать вот таких там сотню или сколько-то смартфонов, которые перемещаются по городу, к карте, да? И организовать некоторую логику. Если человек вызывает такси, там, ему предлагается несколько машин, близких на выру. Или он видит все такси, которые в этом районе ездят, да? Как мы это делаем, как мы решаем эту задачу? Решаем мы так. Сейчас как бы вы решали? Сейчас не вполне понятно, как мы вот эти устройства можем привязать к веб-приложению. Вот эта вещь, Syncworks, это вещь для разработки веб-приложений, в которой… Сейчас. В которой имеется возможность вот такого быстрого подключения устройствами. Вот сейчас я покажу вот такое модельное приложение, которое позволяет подключить телефон и начать закачку с него данных. Давайте, чтобы так, сведомо хозяин. Есть у кого-нибудь телефон, который QR-код умеет читать? Давайте вот сделаем… Да, так на… Не, никто не… Ну, приложение давайте я. Ну, я могу сам, но будет как бы… Мало ли я что здесь… То есть мы делаем сейчас приложение типа Яндекс… Типа управления… Да, считайте, считывается. Она должна в браузере будет открыть страничку на вашем смартфоне. Да, я вам благодарен. Мы попробуем, будет работать или нет. Это одна из демо-приложений, простеньких демо-приложений. Мы сейчас с телефона начнем перекачивать данные вот в наше приложение. Нет, не с монитора. С какого монитора? Ну, мы сейчас… Открылась в браузере. С монитором можно, да. Ну, есть целая куча разного железа. Вот если говорить, что происходит сейчас. Сейчас мы учимся, да. Сейчас это решение пошло в Россию для обучения, да. И поэтому вот с чего мы начинаем, это вот эти вот простые контроллеры. До сего момента это было Ардуино. Сейчас они вроде бы вычеркиваются. Не могу точно сказать. Но это, по крайней мере, Raspberry Pi, к которому подключаются датчики разные. Это линейка Intel. Ну, каким-то образом, да, подключается. Нет, ну, смотрите, вот самый, да, самый, вот телефон, вот любой телефон, это что? Это, грубо говоря, аналоговый цифровой преобразователь. Здесь есть почти в любом акселерометр, есть микрофон и вот это вот. С неизвестной платой нет, я вам говорю. Raspberry, да, есть Raspberry, есть датчики, с которыми работает, да. Вот, скажем так, есть схема. Я не говорю, что с любым железом будет работать, там, я это не, я не говорю, что это чудо, которое, да, есть некий список, который, ну, пополняется, и здесь я не могу сказать точно, какой он. Вот мы сейчас, поскольку его получилось, да, значит, дальше мы что делаем? Мы должны попробовать, пойдется акселерометра данные, ну, потрясите телефон. Ну, вот видите, пошли данные. Если он лежит, лежит, они на месте. Значит, что такое? Вот в двух словах, значит, вот мне, наверное, не очень получается выразить, да, что я представляю здесь. Это среда разработки веб-приложений, которая умеет довольно легко подключить устройство. Ну, например, телефон. Вот видите, как мы его подключили? Мы не ставили никакое приложение на телефон. Мы, я не спрашивал, у вас какой, что за телефон? Айфон, да? Я не пробовал на айфоне, но вот гуглофоны мы пробовали. Она не спрашивает, какой телефон. Работает? Работает. Также с некоторым вот таким простым железом, ну, мы сейчас вот пробовали, ну, с таким вот дешевым железом, там, датчик температуры, там, влажности, через спай или там через, ну, Ардуино пробовали. А как она выйдет с какой-то? Тогда еще раз. Адуинку продолжаем, ну, как она идет? Или сюда мы готовы и на путь задавайте? Нет, ну, можно услышать. Ну, подмесы такая. Вопрос, смешки, я знаю, если это сроки, я не могу. Фокусником тебя. Ну, вот есть Леонардо, да, есть, смотрите. Леонардо есть, который имеет, как ее называют, вот этот, шилд, да. Она имеет шилд, и в этот шилд мы можем засунуть, как ее называют, сетевую, эту штуку, она получится, там, подключить к интернету, все, поехал. Или же Ардуино, есть Wi-Fi модуль к Ардуино. То есть это какая архитектура получается? У вас есть какой-то микрокомпьютер, да, вот мне не хочется Ардуино показывать, потому что вот выкачан новый, сейчас новая версия, композер новый, что выкачан, где они, ну, перестали в списке вот этих вот, ну, как бы лабораторных работ для освоения. Там сейчас интеловские вещи и Pi, да. То есть мы имеем некий микроконтроллер на стороне вот датчиков, да, или это компьютер может быть, пожалуйста, к которому подключаются уже сенсоры. Ну, где-то там, ну, я не знаю, в крыле на самолете, да, стоят такие мозги, подключенные к интернету, и к нему подключены ряд датчиков. Ну, например, какой-нибудь шумовой датчик в стиральной машине, да, в зависимости от того, какой звук, вы можете запрограммировать некое обслуживание, да. Пошел не тот спектр сигнала, пошло СМС, вам пора... Так, а шумовой датчик, вот такие датчики как-то включить? Сейчас, например, ну, вот это вот такое, да, вот, новое устройство, подключать новый датчик, можно это сделать? Из абсолютно такого. Ну, смотрите, здесь я, давайте я вам честно скажу, я не готова, да, конечно, безусловно, да. То есть здесь есть вот эта идея, вот эта проблема, она распадается на тверь. Это быстро разработать веб-приложение с бизнес-логикой определенный раз, и второе, второе, это на низком уровне запрограммировать датчики утеров. А если какой-то утеров? Жаловка, или участвует? Или их шестеро? Вот мы говорим о том, что это тоже, я вам, здесь нечто свое, на самом деле, это визуальности. Ну, а-ля шерек фирма, это визуальный метод разработки веб-приложении. Вот фишка этой штуки в чем? Очень быстро, визуально не всегда, не на сто процентов, оно авансируется, что визуально все способы. Можно визуально, но все равно туда надо влезать. Давайте я покажу, чтобы не быть глобословными, да, но вот эти вот вещи, да, они, к сожалению, да, остаются на низком уровне программирования, вот там, на вот этих вот, в зависимости от типа железа, мы должны быть, ну, просто есть ряд решений для конкретного железа, которые умеют, там, вот, получать данные. Основная фишка Syncorgs это быстрая разработка приложений для веба. Причем мы вот здесь фактически включаем версию облачную, мы через браузер включили эту среду программирования и смотрим, как вот выглядит, ну, вот такое вот приложение, да, если мы отнесем телефон к окну, мы увидим, где он находится, да, ну, и дальше там вот еще несколько, это демо-приложение, да, это я добавляю виджеты. То есть эта штука, ну, вот какой-то анализ данных, то есть эта штука, которая позволяет быстро разработать веб-приложение, накидав вот такие виджеты и задав между ними, вот такой виджеты, да, карту, связь о, там, e-mail, sms, ну, и тому подобное, и тому подобное. Ну, я теперь берем карканье, он продавал. Женина. Значит, смотрите, это, выглядит это так. Вот я здесь рассказываю все эти вещи под имени компании и сэкерой ETC, да, ETC, производитель продукта. Мы им торгуем здесь. Пока мы не сделали, я вам сейчас расскажу здесь, не считаю, как здесь ни одной продажи, да, потому что мы учимся. В ВУЗы это пошли. Для ВУЗов сейчас, под это дело бесплатно, ну, не знаю, сию минуту, но, там, несколько, некоторое время назад было бесплатно. А в каком ВУЗе? В любом ВУЗе. Вот я здесь сейчас где? Сейчас, ну, вот, что касается меня, это НДУ, Моносовый Песфакт. Ну, кое-где еще, я боюсь собрать. Да, у нас в ВУЗе есть специальные люди, которые с ВУЗом работают. Ну, через 2-мя, может быть, было. На сегодня, значит, для ВУЗов, вообще, поскольку прошла разговор, да, у ВТС вообще довольно такая политика образовательная, привлекательная. На чем заключается в том, что вот сейчас для Ацинфорции дается средство разработки фактически бесплатный доступ к округу. Дается КРИО, насколько я знаю, на округу, это САП, почти бесплатный, либо бесплатный. И есть Матхат Экспресс, который почти всем бесплатный, да, я вообще Матхат не снимусь. Сейчас там порядок... А у вас только ваше или час на округу? Я бы сейчас в округе в Америке. Да, а у него на час на округе поставится, это округа? Ставится, но это все стоит денег. Я могу, вот порядок, это... Ой, боюсь, нет. Там спрос лицензированный, потому что я знаю, что как-то, ну, нельзя просто взять, а то есть... Давайте же эти конкретные вопросы. Ну, вот фактически это те вопросы, которые мы можем выяснить. Наверное, это как-то решено, что скоро это все... Вы можете просто в аренду взять вот это вот уличное решение, разрабатывать. Вот по мне сейчас, глядя на машину, да, сейчас кому это может быть интересно? Это, в первую очередь, интересно тем, кто хочет попробовать сделать быстро облачное приложение и посмотреть, да, поиграться с данными, как организовать сбор данных. Ну, например, какая-нибудь автонная электростанция, которая еще, в общем, автоматизирована, да, советских времен, да, остается. Как расставить датчики, как сделать бизнес-слоги, как это очень быстро сделать и посмотреть выход, да? И здесь для этого что? Чекло, подожди, на... Выход такой, что что-то, вот, мы предположим, вы имели черновые, подключенные вот такие вот штуки, да? Мы, как раз, смотрите, и что-то пошло не то. Вот там температура в реакции другая. Вот что-то там происходит. И вы моментально говорите, ребята, давайте заканчивайте ваши эксперименты там в черновом, потому что у вас что-то не так. Мы видим, в Москве у вас там температура в реакции другая. Давай какая-то вы что там делаете? Они говорят, а мы вот экспериментируем, вы решили вот... У нас эксперимент... Вы же понимаете, что такое решение никогда не будет разводить. Давайте жизненные, простые жизненные. Жизненные, пожалуйста. Авария на электроэлектростанции была, если не так прошли. Это плохо, да. Я согласен. Мы отвлечемся от того, что это вот американская решение, где-то мастер-графка на Америке. Вот это за открытой качестве. Но, предположим, вы имели вот на той электроэлектроэнергии, где была авария. Здесь, наверное, шучка. Там эта авария была, она под датчиком. Видно было, что там вот эти шумы, они пошли, спектр пошел в шумах. Он за день, по-моему, или там больше до этого шли. Если была система мониторинга больших данных, она не отключит. Если вы в Москве контролируете, что у вас во всей России, а если вас включили, то там что-то. Да. Так то, что вы делаете? Хорошо, давайте решили. Хорошо, давайте решили. Вы знаете, что машины воняли. Давайте звоняли. Хорошо, давайте. У нас есть аккача. У нас есть аккача, который они называют, но, как это, есть. Который занимается для РЖД, ну, скажем так, техникой. Делать технику измерительной. И они в чем, какие у них с РЖД условия? Если что-то ломается, ну, определенная техника, едет представитель с чемоданчиком и меняет. В Владивостоке сломалась кнопка какая-то из Москвы, она не из Москвы, она из регионов, полетел туда человек, в сети. У них транспортных расходов, как это жутко они называли, сумма. Если мы имеем вот такую систему, в которой там сотни тысяч больших данных, большие данные идут на это положение, и они всегда видят, что вот так вот, ведь техника, она ломается не так сразу, хоп, и сломалась. Ну, мы знаем, там, ну, стиральная машина ломается, ну, у меня ломалась. Она начинает как-то по-другому жужжать. Если дверь не закрывается, она сначала начинает не очень до конца закрываться. Ходят с тысячей электричек, да? Визуально вы это не осмотрите, а иногда и не шинец сам не будет говорить, потому что прямо не будет. Но если эти данные идут в центр, то это громадная экономия. Вот для таких решений, с одной стороны, датчики, они довольно типовые, да? Решения довольно типовые. Если мы быстро сделаем вот такое веб-приложение, то это будет у меня громадный эффект. Может быть, это громадный эффект, да? Самых разных отраждах промышленности, да? Но... Я так понимаю, что все-таки такая индустриальная направленность. Это индустриальная направленность. Да, правильно, да. Правильно. Вы говорите правильно, потому что я говорю, вот именно здесь проект КПТС, у которой в первую очередь заказчики, это крупный, ну, такой бизнес. Это авиакосмос, это производство, это, ну, такие вот серьезные, большие... КПТС же контроллер, да? КПТС же контроллер, да? Производство не стоит. Они не стоят. Там стоят Сименцевские. Внимание, вопрос. Разные стоят. Кому мы, да, отдадим данные, если стоит Сименцевская ПЛКшка, на Сименсе запрограммированная и управляет 10 лет больше надежно? Это отдельный вопрос. И сейчас, вот давайте я заканчивать, потому что мне время качать. Это отдельный вопрос. То есть мы... Очень-очень-очень вопрос. Ведь сейчас все идет. Весь бизнес идет. Бизнес? Это отдельный вопрос. И вот это штука. Одна из тех, которая позволяет вот эти... Вот это взять под контроллер. И данные, вот данные, это деньги. И поэтому сейчас покупается не только эти продукты, но покупается, вот я перечислял, средства управления большими данными, и это все будет дальше. Спасибо. Все, наверное, понравилось. Спасибо. Да, оценивайте, оценивайте. И еще, пожалуйста.